Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света, вы снова на канале Лени Лоренц. Сегодня мы говорим не о животных, не о собаках. Сегодня мы говорим про вдохновение, про осень. Я немного поделюсь с вами мыслями вообще об осени, о том, что сейчас происходит в моей жизни. И просто такая, в общем, сборная солянка. Сейчас раннее утро, я пью кофеёк, уже допиваю, уже единой, просто холодный. Поговорим всё во всём, но, конечно же, в основном говорим про осень. Я люблю осень. Я думаю, это несколько внезапно. Внезапное такое заявление, в первую очередь для меня, потому что я полюбила осень только после того, как я закончила школу. Ну, даже универ, наверное, хотя универ мне нравился, мне очень нравилось учиться там. Но полюбила осень я только после того, как всё это дело закончила. Я, кстати, знаю, что меня смотрят и школьники, и студенты. И я желаю вам приятного учебного года, лёгкого учебного года, хотя вряд ли так будет. Я просто, как говорится, be strong, be metal. Крепитесь, всё будет хорошо, поверьте. Я думала, что всё будет плохо, но после того, как я окончила школу, стало легче, как ни странно. Кстати, ещё такой момент. Учителям в школах постоянно нам говорят, вот, наслаждайтесь школой, потом будет, типа, жопа. В универе, ну, в универе мне так, конечно, не говорили, но нас как бы готовили к взрослой жизни, нам рассказывали всякие издержки профессии журналистов, о трудностях рассказывали. Ну, нас это особо не пугало, потому что мы знали, на что мы шли. Но в той или иной степени нас предупреждали. И я замечу такой момент, что для меня, вот, взрослая жизнь, я имею в виду, там, работу, там, оплату жилья, там, ну, всякая такая вот, типа, взрослая ответственность, она была для меня вообще самым лёгким в моей жизни. То есть, после этого ада школы, после этих нервов, поступления, вузе мне нравилось учиться, вуз, конечно, не в счёт, там, просто было очень кольфово, классные преподы, замечательные, замечательный коллектив, наша группа была прекрасна. И, несмотря на то, что она была преимущественно женская, ну, часто бывает, да, в женских коллективах всякие такие змеиные разборки, нет, у нас была прекрасная группа. Кстати, всем привет, девочкам, если вы меня смотрите, там, наша Катя, привет. Блин, а если вы меня смотрите, это реально так классно, я уже соскучилась по вам сильно, правда. И я за вами слежу в инстаграме. Да, такое, лирическое отступление. Но вот эта вот взрослая жизнь, что касается, вот, работы, да, там, не знаю, что входит на заслужение, я не знаю. Я делаю сейчас практически то же самое, что я делала раньше, там, там, стирка, уборка, готовка не в счёт, я не готовлю. У меня появилась собака, школа и вуз, тебе, типа, нужно пройти эти трудные квесты, чтобы потом обрести свободу. И часто в инстаграме где-нибудь и в соцсетях я сталкиваюсь с такими постами, постами или постами, 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 великий пост, неважно. И я часто сталкиваюсь с такими заметками и мемами, что, типа, вот, мы все стремились к вырослой жизни, а вот на тебе, там, дети, ипотека, кредиты, там, постоянное чувство безысходности по утрам. Неужели вы готовили нас к этому? Это жизнь России, типа, мрак, холод. Не знаю, мне, для меня, я тоже, как бы, не очень довольна текущей обстановкой, на основном, политической в нашей стране. Ну, а политики обвинить не хочу. Я и так работаю с журналистом, и мне каждый день вот это все писать об этом просто. Но, в целом, и в общем, вот эта вся взрослая жизнь, у меня нет ипотеки, у меня нет детей, как бы, и они связаны никакими тяжелыми обязательствами и ответственностью, кроме собаки. И это здорово, и это прекрасно, и я считаю, что, ну, мы сами строим свою жизнь, как мы ее хотим. Если мы хотим брать кредит, мы ее уберем, но мы понимаем, что нам нужно за него платить. Как бы, это логично, мне кажется. И смысл потом жаловаться на то, что тебе тяжело, и что взрослая жизнь такая тяжелая, если ты, там, копил, наверное, какой-нибудь, там, айфон, ну, и что покупают на кредиты в России, в основном. Ну, или какую-то технику, какие-то гаджеты. Вот, в основном. Кто-то покупает, я, кстати, знаю, что берут кредиты на собак, представляете? Меня это, кстати, поразило. И я недавно писала, кстати, у нас зрение о самых дорогих породах собак вообще, априори. И поняла, что, в принципе, ценовая политика на животных сейчас становится какой-то совершенно неразумной. То есть, заплатили собаку 100 и выше 1000 рублей, это норма. Для меня нет. Если просчитать все затраты заводчика изначальной, включая прививки, ветеринарный паспорт, лекарства, там, англистов, и в целом, ну, примерно, щенков отдают в возрасте 2, 2,5-3 месяцев, то это не больше 20, ну, максимум 30 тысяч, 20-30 тысяч. Это максимум. Вот. Поэтому откуда такие заоблачные цены? Да, мода, конечно, диктует свое, но, да, в моей голове это не укладывается. И что касается осени, я полюбила осень совершенно недавно. Я смело могу сказать, что осень это одно из моих любимых времен года, и сейчас уже, наверное, и на текущий момент мне 28 лет, это мое любимое время года. И даже не сама осень, а вот этот вот промежуток времени, вот, сентябрь, октябрь, вот эти 2 месяца, это просто рай, потому что в сентябре еще более-менее тепло, как таковых еще, так, затяженных дождей нет, еще какая-то зеленушка на дворе, можно гулять в кроссовках, но воздух такой свежий, чистый, и так дышится легко, и у меня собака, да, собака, вот, а вот еще почему я полюбила осень, у меня же собака ненавидит жару. Мы не можем адекватно гулять летом, там, долго, когда температура зашкаливает, ну, за 20 градусов, плюс 20, вот. Вот, и, ну, она просто может получить тепловой удар, ей самой становится плохо. Вот сентябрь, октябрь, это идеальное время года для Линды. Ну, ладно, идеальное время года для Линды, это когда минус 20, минус 30, на улице снег, трескучий мороз, и она там бегает, играет снежки, ест снег, вот это для нее идеально, она никогда не мерзнет, у нее густая шутка, ей нравится. Ну, мне не очень комфортно, минус 30, и гулять, поэтому вот это вот то, что сейчас, вот эта вот золотая осень будет в октябре, это просто красиво, это, я не знаю, рай для фотографа. Также третий момент, третий или второй, не важно, это вдохновение. Я не могу писать, снимать, вести блог, когда на улице жара, когда на улице тепло, я хочу, что называется, жить. Я живу в холодной стране, и вот эту вот двигательную свою максимальную активность я могу проявить в основном летом. Поэтому летом я стараюсь больше гулять, кататься на велосипеде, куда-то ездить, там, в парке, в лесах, путешествовать. В общем, я летом стараюсь жить, да, а осень я уже перерабатываю полученный опыт, полученные впечатления, и формирую уже готовый продукт в виде роликов, в виде, в основном, писательских каких-то трудов, поэзии и прочего. Да, да. Вы заметили, что я плохой видеоблогер, я снимаю редко, только по воле вдохновения, потому что моя основная деятельность творческая, это все-таки писательская. Опять-таки, да, все ссылки на мое творчество в инфобоксе, это два канала на Дзене, про собачек и про психологию, про писательство. В общем, мой личный блог, лично про меня и для всех таких сумасшедших людей, как я. И также, я немножко веду инстаграм, у меня новый инстаграм, кстати говоря, я старый удалила, он мне насточертел, но все надоело, я его удалила. Такое часто случается со мной, и я не вижу в этом ничего плохого. Ну, мое желание для меня, к счастью, закон, чувство стадания было, я не испытываю, поэтому иногда приятно начать что-то с чистого листа, поэтому, да, все ссылки внизу. Ну, а, подождите, я все-таки выпью уфа свой. Как никогда, ощущаю некий созидательный импульс. И просто, ну просто. Вы знаете, я сейчас живу в Москве, и еще лето я жаловалась, так это, типа, ну, Москва, собака здесь некомфортно, природы толком нету. Ну, в Москве есть парки, в Москве есть чудесные парки, но, вот, я живу в Новомосковском районе, а здесь нихрена нету ни парков, есть какая-то непонятная зеленая зона возле болот, но там растут горщевики, их уже срубили, кстати. Так, вот, что число. Вот, ну, а сейчас, вот, прошли какие-то дождики, сейчас выглянуло солнышко, и прям стало очень легко дышаться. У нас воздух здесь так себе, я не скажу, что он прям очень плохой, как, например, вот, когда я в Щелково была в городе, и когда я жила в Костроме, ну, там ужасный воздух, там просто дышишь и просто задыхаешься от этого ужасного воздуха. Здесь получше, конечно, но тоже не идеально, но по осенью как-то свежее, как-то пыль постоянно прибивается дожидиками, ну, мне комфортнее, в последние дни я гуляла, и мне даже было приятно гулять, и я получала удовольствие от того, что я здесь живу. Ну, прикольно, в любом случае, надо находить что-то хорошее, стараться, иначе из этого безвылазного российского мрака вылезти можно только благодаря собственным каким-то усилиям. Ну, счастье, как говорится, у нас внутри, это понятно, чтобы быть счастливым и не впадать вот в эту меланхолию осеннюю, нужно все-таки держать это под контролем осознанно. Но впасть в меланхолию, это проще простого, вы сами знаете, достаточно включить какую-нибудь грустную мелодию, сесть у окна, посмотреть на дождик, и вуаля, вы уже в депрессии. Ну, как депрессия, я не имею в виду депрессию, как клиническое заболевание, я более так в размытом смысле имею в виду. Что еще я хотела рассказать? Ну, давайте перейдем к каким-нибудь более творческим таким вещам, что я сейчас делаю, чем я сейчас занимаюсь. Все остается, по сути, прежним. Да, я опять-таки работаю над своими двумя блогами на Дзене. Это, можно сказать, мой такой заработок, достаточно ощутимый. В основном я на этот заработок покупаю что-то для Линды, заказываю ей корм, всякое снаряжение, витамины. Также я, типа, стараюсь копить деньги на вторую собаку, но у меня это плохо получается, я все трачу на первую. Я хочу... да, я не решила, чего я хочу. Ну, это моя вечная проблема. Это проблема, которая преследует мне всю мою жизнь. Я не могу определиться никогда и ни с чем. Я не могу вести блог в одной тематике, я не могу решить, что я хочу есть на ужин, потому что я не против и того, и этого, и третьего, и десятого. И с породами собак, ну, та же самая ситуация. Чем больше пород ты знаешь, тем больше ты в них разбираешься, тем труднее тебе выбрать, потому что ты знаешь, какие у них косяки есть, и это тебе не подходит. А вот эти три там порода тебе идеально подходят, но тебе нужно из трех выбрать. И да, и была бы моя воля, было бы у меня много денег, какой-нибудь частный домик в лесу, конечно, я бы завела все там пять пород, которые мне нравятся, и была бы счастлива, как Сло. Такой возможности у меня нет, и я разума понимаю, что нафиг оно мне надо, животное будет просто мучиться в московской квартире. У меня немаленькая квартира, она достаточно большая, и здесь комфортно прям, я не знаю как, но все равно нужно все-таки думать разумно. И да, я очень хочу собаку, вторую, прям безумно хочу, страшно хочу. Собаке это счастье, собаке это радость, это то, что спасает нас, меня, я не говорю из всех опять-таки, то, что спасает меня, всяких дурных и негативных мыслей, установок. Когда ты видишь на свою собаку, и когда рано-рано утром, с первым, просто с восходом солнца, вот линда ориентируется на солнце, как только начинает светать, на лежанке лежит животное такое, и глаза такие, просто вот такие вот по пять копеек, она никогда не бывает сонной. Вот буквально секунду назад она прыхла, я знаю, вот, раскинув лапки, храпела, на солнышко она начинает появляться, день зачинается, и собака, фу, глаза такие, ах, все, это не кофе, ничего не надо есть, совершенно, это счастливое животное, которое радуется каждому дню. Ну, ты смотришь на это и понимаешь, блин, я тоже так хочу, я тоже хочу так просыпаться. Ну, да, для меня собаки это, я не могу сказать, что это мой смысл жизни, но это одна из частей жизни, которые доставляют мне колоссальное удовольствие. Но ты знаешь, что это далеко не для всех, это не для каждого, поэтому нужно, конечно, смотреть на свой образ жизни, на свой режим дня, распорядок, график, потому что я часто повторяюсь, что если бы я работала на обычной работе, не на удаленке, я бы не завела большую собаку, да и обычную собаку, маленькую, обычную, плохое слово обычное, я бы не завела собаку, потому что я понимаю, сколько ей нужно времени, сколько ей нужно внимания, но не завела бы, не завела бы. Только на удаленке, на фрилансе идеально. Может быть, маленькая, конечно, попроще, я не знаю, у меня не было маленьких собак, не знаю. У кого маленькие собаки, друзья, отпишитесь, как собака переживает вашу отсутствие, например, в течение дня, и все ли хорошо, вдохновите меня. Так, надо перейти к каким-то еще расслабленным темам, так, про творчество немножко рассказала, ну, еще с писательством, да, у меня сейчас небольшой творческий подъем, надо же, литературный случился, наконец-то я взялась за свои произведения, я взялась за «Восхождение Черной Луны», замечательно идет, просто пишется хорошо, хотя все летом валялось заброшенным, ну, у меня все летом валяется заброшенным. Также нужно дописать фаната, все-таки надо дописать, я составила себе несколько концов, уже прям, ну, все, вот уже давай, пиши. Поэтому, думаю, вот «Восхождение Черной Луны», ну, пройдет этот вот первичный творческий наплыв, и потом уже засяду за фаната. Да, так, ну, что еще по поводу, я думаю, вам нравится вообще видео по волосу, про всякую косметику, красоту, если нравится, ну, напишите в комментарии, потому что у меня есть небольшие косметические находки, ну, что-то вроде, наверное, осенняя косметичка, осенний макияж, который я делаю. Субтитры сделал DimaTorzok